Следующее. Кем вы видите себя через 3-5 лет, в каком направлении хотите развиваться? Самые глупые вопросы, то есть ответы. Я вижу себя чуть ли там не директором или архитектором. Зачем? Зачем такое говорить? Архитектор он один. Как смеет человек, которого еще не знают, уже приходить и себя вообще хвалить и воздвигать в такой рампе? Это недопустимо. Или видеть себя кем-то другим, идет на веб-девелопера, а видеть себя в WPF, в десктопных приложениях. Да если мы возьмем уборщицу, а она будет думать о балете, мы здесь зарастем грязью. Если нам понадобится WPF-девелопер, мы его возьмем. Нам нужно, чтобы человек любил свою работу и полностью отдавался именно тому роду деятельности, тому виду деятельности, которым он пришел заниматься. А если пришел веб-девелопер, который мечтает стать кем-то другим, то он, скорее всего, не будет на работе сидеть и качественно делать свою работу. Его мозг будет думать о чем-то другом. Поэтому тоже задумайтесь. Четвертый вопрос. Почему вы выбрали направление программирования? Так как многие говорят, ну не знаю, потому что деньги платят. Ну понятно, что если перевести это снова на девушек и на семьи, то ты спрашиваешь, а почему ты выбрала меня? Ну потому что ты богатый, у тебя там есть, ты там программист, и за тобой как за каменной стеной. Больше мне от тебя ничего не надо. Вот у тебя есть и деньги, и там машина, и там то, да, да, да. Снова же. Будете ли вы с такой девушкой встречаться? Ну, скорее всего, в крайнем случае. Так же и здесь. Почему вы выбрали направление программирования? Идеальный ответ. Нравится и получается. Мне это нравится, и у меня это получается. Опишите идеальные условия труда. Ну понятно, кто-то начинает описывать какие-то футбольные, хоккейные столы, Xbox, Sega, Playstation, прекрасный коллектив, хорошая кухня, социальный пакет и все остальное. Снова же на девушек. На девушек. На девушек. Слушай, а как ты видишь нашу жизнь с тобой? Мы будем богатыми. Я буду ездить на Bentley, и вас это уже начинает обязывать. Слышишь, чувак, если у тебя не будет Bentley, скорее всего, я буду искать в другом месте. Правда? То есть, или там, какие другие еще есть машины, там всякие, Jaguar, Mercedes, да? Вот. Поэтому, что вы ожидаете услышать от девушки? Мы будем жить душа в душу. Мы будем вместе расти детей. Мы будем много работать, чтобы мы были с тобой успешными и счастливыми. Вот. То есть, я буду делать все для того, чтобы наша семья была крепко. Так же и здесь. Нужно описывать идеальные условия труда, в первую очередь, а не идеальные условия отдыха. А какие идеальные условия труда? Не надо просить стол из карельской березы и кожаное кресло, там, из какой-нибудь там бежевой кожи мамонта. Чтобы был стул, компьютер, желательно два монитора, потому что это ваше рабочее место. Ваше рабочее место. А как там говорят у нас немцы, мастера почем? Познают по инструменту, да? По инструменту познается мастер. Следующий вопрос. Почему вы выбрали нашу компанию? Милая, почему ты выбрала меня? Ты богатый, успешный, у тебя красивая машина и с тобой классная вообще-то. Разве это так? Так нужно отвечать? Конечно же, нет. Так же и приходят, почему вы выбрали нашу компанию? Вы лучший работодатель. А вот вас все так хвалят, и у вас там вот то-то, то-то. Или, а мне вас посоветовали. Вам девушка говорит, слушай, мне подружка тебя посоветовала. Говорит, ты там неплохой в определенных отношениях. Странно слышать такое от людей. Мы помним, как бизнесмен относится к своему бизнесу, и что он хочет слышать. И поэтому, если девушка вас, если вы девушку изображали, а почему ты выбрал меня? А я не знаю. Мне просто ты очень нравишься, мне с тобой интересно. У нас с тобой общая ценность. Почему вы выбрали нашу компанию? Да ваша компания занимается разработкой BPM-решений. Меня всегда интересовали конечные автоматы, всегда интересовали процессы. Я думаю, что я могу оказаться очень полезным в вашей компании. Вот в таком ключе правильный ответ на этот вопрос. Опишите ваше представление о первом рабочем дне. Многие думают, что их будут встречать с фейерверками, с ними все будут знакомиться. Представьте крупную компанию, например, сиклом. Если вы туда зайдете и начнете здороваться с каждым, будет до обеда, наверное, пока перездороваетесь. А потом будете прощаться с каждым. Или в другой компанию. Понятно, что на работу мы ходим не здороваться и не прощаться. Мы на работу ходим работать. Поэтому первый рабочий день, скорее всего, он традиционный. Пришли, администратор дал вам ваши логины и пароли от вашей машины. Тимлидер показал вам ваше рабочее место, дал напутственное слово, скупое и короткое. И вы скажите, я открою техническую документацию и буду изучать ту часть проекта, которую мне придется сопровождать. Жду, не дождусь, завтрашнего стендапа, завтрашнего скрама, чтобы уже быть максимально включенным в проект. Не надо просить, чтобы вам кто-то объяснял. Есть техническая документация, зачем стрясать воздух, если можно сесть, тихонечко почитать и не мешать работе других специалистов. Заметьте, высокооплачиваемых. Вот еще такой вопрос. Ваше решение в ситуации. Руководитель вам говорит о необходимости выполнения задачи определенным путем. Вам есть действие на другой, более приемлемый. Промолчите и выдвиньте точку зрения как предложение, выдвиньте точку зрения как предложение, будете ее отставить. Понятно, что неизвестно кто, неизвестно какой руководитель, какой вопрос он задал. Ну и если в общем, скорее всего, руководитель это или тим-лидер, или архитектор, тот, который где-то иерархично находится немножко выше вас, в такой номинальной иерархии. Понятно, что если вы начнете вступать в диспуты и очень долго всех задерживать, а на скраме стоит вся команда, вы начнете дискутировать и затянете этот диспут на час, то 10 человек – это 10 часов времени в аутсорсинге. Не надо отвлекать. И поэтому правильный вопрос. Если я в своей практике сталкивался уже вот с таким моментом, вот именно с такой ситуацией, которая привела вот к заведомо ложному решению, то я, скорее всего, подойду уже к руководителю, уже после скрама скажу, знаете, вот, чтобы не задерживать всю команду, вот у нас была вот такая ситуация, и мы пришли вот к такому-то, ну, например. Ну, в зависимости от ситуации. А если я не буду уверен, то, скорее всего, приду домой, погуглю, посмотрю, проверю, и тогда, возможно, усомню. А просто вот бросаться на каждое слово и переводить скрам, митинг в какой-то базар – это просто недопустимо. Таких людей вот стараются изолировать. Ну, и вот девятый вопрос. Часто задают, а какое ваше хобби? Какое ваше хобби? Многие думают, что лучше выбирать командные виды спорта. Уже психологически, ну, лично для меня, лично для меня, уже психологически командные виды спорта – это конкуренция. Я не хочу, чтобы сидел девелопер в команде и конкурировал с другими. Футбол – это конкурентный вид спорта. Теннис – конкурентный. В основном с мячом – это все конкурентные виды спорта. Значит, вы конкурент. Вы будете по-любому сидеть и делать карьеру не своим трудом, а какими-то конкуренциями, хитростями, как обойти. Я ставлю минус. А какие, вы скажете, хорошие виды спорта? А которые не агрессивные, где не толкаются. Например, велосипед, где не конкурируют. Едут себе велосипедисты, еду на машине, смотрю, стайка проезжает. Я понимаю, что если упадет один велосипедист, все остановятся, промоют ему лапку, ранку завяжут, посадят, и поехали дальше. То есть вот нужна вот такая просто взаимопомощь, взаимная выручка друг друга, но не конкуренция. Нам не надо конкурировать. Нам нужно просто поставлять правильное решение. Нам нужно думать. Шахматы. Шахматы, можно сказать, что это конкурентные с одной стороны, но там люди не толкаются, там нет выражения агрессии. Поэтому для кого-то это важно, для кого-то не важно. Поэтому я бы избежал бы лишний раз видов спорта, которые связаны с какими-нибудь мячами, потому что там все конкурируют, и выбрал бы какой-то более мирный вид спорта. А как вы понимаете, в эту жизнь лучше играть с кем-то мирным. Понятно, что 10 пункт вопроса на английском языке, скорее всего, эти вопросы задаст вам HR. Поэтому вот это такие важные моменты, на которые нужно ответить правильно. И многие говорят, так вы учите нас обманывать, учите нас лугать. А я ему говорю, ну так подождите, подождите, а что сказано на первых страницах Библии, когда Ева дала Адаму укусить яблоко, чему они научились? Многие говорят, вот, они познали добро и зло. Да нет, они не познали добро и зло, они врать научились. Потому что они Господу сразу же начали врать, первое, что делать. Еще там добра и зла, добра и зла далеко было. Так вот, раз уж нам дано врать, дано врать, то немножко можно и приукрасить. Зато после такого собеседования. Мне, например, я всегда людям говорю, мне не важно, что вы думаете, я не умею читать мысли. Мне важно, что вы говорите и что вы делаете. Даже важнее, что вы делаете. А уж о чем вы думаете, я уж точно никогда не узнаю, и равно как вы не узнаете, о чем я думаю. Поэтому многие, которые пытаются додумать, говорят, вот, ты, наверное, думаешь. Я говорю, всегда отвечаю на этот вопрос. Ты не я, ты не знаешь, о чем я думаю. Я всегда стараюсь пресекать вот эти моменты, когда кто-то пытается додумать что-то за меня, что я думаю. Поэтому мне достаточно слов, достаточно того, что мне говорят. Обманывают меня или не обманывают, я никогда не узнаю. Но я знаю одно, что когда мне человек ответит на собеседование, вот на эти вопросы правильно и покажет преданность компании, то у меня будет совсем другое отношение к этому человеку. И я постараюсь сделать, чтобы этот человек, который показал именно преданность компании вот такими ответами, правильными ответами, сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно, находился на руководящих должностях, и этот человек, он потом просто будет сам делать все, чтобы быть таким, каким он себя, вот, как вы говорите, ложно выдал. И, собственно, вот эти моменты, они быстро компенсируются. Человек сразу изменится. И даже если он был там лжецом или еще каким-то, он станет другим. Поверьте мне, люди меняются. Меняются. Сложно, но меняются. Это мое мнение. Хорошо. А мы идем с вами дальше, потому что у нас еще есть много вопросов. Много вопросов. И я обращусь снова же к своему блокнотику. Здесь у меня записаны вопросы. Что делать, если я никогда не работал, а везде требуются джуны с двумя годами опыта? Ну или джун с опытом. То есть, что мне нужно делать? В родное собеседование или вечно искать работу и не найти ее? Давайте поговорим так. Мы вот только что уже говорили о лжи. Если вы можете, можете и уверены в том, что вы придете и будете выполнять эту работу. У вас действительно нет опыта, но вы готовы вклеиться в эту команду, не принеся ущерба. То понятно, что преувеличьте расслаб, если вы уж так критически не можете найти работу. А как же вообще происходит формирование вот этого требования джун два года? Это очень просто. Заказчик, когда HR и Энгейджер, Энгейджмент Менеджер, те, которые берут клиента, они спрашивают, а какой вам, какого уровня девелопера вам нужны? У нас вот здесь прайс-лист. Вот, джун стоит столько-то баксов, мидл столько-то, синер столько-то. И тот клиент смотрит, себе на счетах посчитал, говорит, ладно, мне джуна, но в анкетке, чтобы у него был хотя бы опыт какой-то. Сертификация, ладно, не обязательно, потому что, ну, условно, да. И это пожелание клиентов. Понятно, что два года опыта еще ставят HR для того, чтобы подсеять вообще всех, чтобы не бежали все, кто прочитал первую книжку с хиллоу-вордом, не бежали устраиваться. Потому что я даже знаю, вот по учебному центру многие приходят на C-Sharp стартовый и говорят, а если я пройду стартовый, я могу устроиться на работу? Я говорю, конечно же, нет. Конечно же, нет. Даже если вы пройдете и Essential, и Professional, вы тоже не сможете устроиться на работу. Потому что есть такое понятие на рынке, как специальность. Вот у нас есть такой road map, похожий на карту метро, как на дерево такое. Там идут овалами четко описанные специальности. Я всегда говорю, если у вас нет возможностей материальной, вы можете что-то пройти с нами, что-то пройти самостоятельно, но вот те пункты, они нужны, они нужны для получения той или иной специальности. Так вот, джуны, вот у меня здесь записано джун, мидл, синер, чем они отличаются? Должен ли джун знать меньше синера? Ну, в какой-то степени возможно, да. В какой-то степени, да. Но есть базовое знание, есть базовое знание, и основное отличие между вот этими уровнями компетенции специалистов, это опыт и это практика, это наработанная техника. Помните, как было сказано еще Лениным, сейчас скажу, как практика человека миллиарды раз, повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики, фигуры логики, гегелевские фигуры логики, кстати, гегел по-другому говорил. Фигуры эти имеют прочность предрассудка, аксиоматический характер. То есть, постоянные повторения прививают вам правильные техники. И, представьте, вы один раз решите уравнение, да, вы его решите сто раз или тысячу раз. Чувствуете? Да, понятно, что вы там изучали в институте интегралы, но вам сейчас нужно сидеть и долго вспоминать это все. Верно? А если вы их решали на протяжении семестра, вы его быстрее решите. Если вы работали где-то в конструкторском бюро и вам приходится работать, вот с таким вычислением вы сядете с закрытыми глазами и все быстро сделаете. Скорость. Первое, это скорость за счет чего? За счет наработанных техник. Ну и понятно, что если уж синер долго работает, он, наверное, открыл справочник Марка Яковлевича Выгодского, это я уже на математике показывал, посмотрел, что же такое интеграл по замкнутому контуру, то, что не дано тем простым студентам. Но это не значит, что простой студент или начинающий сотрудник, так сказать, молодой сотрудник не должен знать интегрально-дифференциального исчисления, не должен знать основ анализа. Так вот так же и в программировании. Джун также должен знать C-Sharp, также должен знать все технологии. Он их должен знать, понимать, может быть, не так глубоко. Вот и все отличие. Наличие техники и небольшой, небольшой вот такой дополнительный набор знаний, которые можно нарыть только с опытом. Вот. Поэтому на вопрос, что делать, если у меня нет опыта, мне нужно устроиться, ну, нужно идти устраиваться. Спрос, как говорят, не ударит в нос. Как приписать опыт? Есть различные программы получения опыта. Вот мы, например, студенты, которые приходят, у которых нет опыта, мы приглашаем их на программу получения опыта. У нас она абсолютно бесплатная, люди работают где-то полгода, приходят вместе и обучаются, и пытаются выполнять какие-то задания на, так сказать, небюджетных проектах, те, на которых компания не зарабатывает. Вот. Поэтому также еще вот такое важное отличие, почему боятся брать совсем начинающих. Вот здесь у меня, я себе подписал, не понимают, что такое коммуникацион план и не понимают, что такое эскалация проблем. А дело в том, что коммуникацион план это такой план, который показывает, описывает, как же нам нужно правильно работать с клиентами, потому что, скорее всего, вам придется работать с клиентами. Я всегда говорю, есть две категории разработчиков, это девелоперы, которые работают с клиентами, и кодеры, которые не работают с клиентами. Кодерами часто еще так обзывают девелоперы, девелоперам стыдно, что их называют кодерами. Вот. Поэтому я говорю, что девелопер это тот, который работает с клиентом. Кодер, Это тот, который не знает ничего, он знает просто хорошо о программировании и ему наплевать на всю бизнес-аналитику. Я всегда говорю, есть BA, я не хочу, чтобы за мой счет, за счет моих знаний, кто-то экономит. Есть бизнес-аналитики, пусть они этим занимаются, пусть они мне приносят четко сформулированные задачи. Но я себе могу позволить это сказать, кто-то на каком-то этапе не может. И поэтому он вынужден совмещать еще роль бизнес-аналитика и говорить клиенту, у меня там надо чек-бокс чуть-чуть поправить ниже и вот там дорисовать еще какого-то ангелочка на каком-нибудь нашем логотипе. Открою фотошоп и дорисую. Понятно, что я такого делать не буду, но когда-то мне приходилось тоже выполнять такие обязанности. Ну и понятно, что вопросы, которые касаются эскалации проблем, если вдруг вы не вложились в сроки, не вложились в эстимейты, то, скорее всего, вам придется написать тысячу бумажек. Почему так случилось? Почему так случилось? И после того, как вы засатисфаите клиента и объясните, почему так случилось, вам надо будет написать еще две с половиной тысячи бумажек, почему так больше не будет. И не дай бог вам спрашивать у клиента, ой, а как там, я вот не знаю, как то сделать, или я вас не понимаю. Бывали случаи, вот у нас в компании программист, говорит, ой, я не знаю, в какую ветку там на гитхабе положить проект. Все, клиент сразу же разорвал отношения. Это была проблема. Просто из-за того, что девелопер задал тупой вопрос клиенту. Девелопер был молодой. Нельзя винить в этом самого девелопера. Менеджеры виноваты за то, что допустили до такого. А девелопер-то что? Необученный, молодой, а его вот посадили работать с клиентом. Поэтому, понятно, что карательных мер к девелоперу применять нет смысла. Поэтому, вот почему требует уже, хоть с каким-то опытом, чтобы он уже хотя бы был обучен немножко коммуникациям. Коммуникациям и правилам коммуникации с клиентом. Это сложнее, поверьте мне, чем программировать. Вести вот эти дискуссии с клиентом. Далее, следующий вопрос. Мне уже 40 или 50 лет, могу ли я начать свою карьеру в IT? Ну, задайте себе вопрос. Мне 40-50 лет, могу ли я начать карьеру врача? Или карьеру таксиста? Или карьеру... Ну, выберите любую другую профессию. Субъективно, верно? Субъективно. Все зависит от того, кем вы были раньше. Если вы всю жизнь заработали на стройке, и вы хотите сегодня зарабатывать много, неизвестно, как у вас получится. Может быть, вы скрытый талант и только решили расцвести в свои 75 лет и начать бодаться с молодыми 20-летними юнцами, сеньорами. Это вопрос очень такой приватный. Насколько вы готовы? Понятно, что Джун, обычно Джун. Ну, его типаж какой-то молодой, студент, обычно студент. Джун – это юнга на вашей яхте. Представьте, у вас есть яхта, и это юнга. Хотите ли вы иметь себе 50-летнего юнгу, который будет бегать и песком посыпать вашу палубу? Скажите, нет, конечно же, не хочу. Мне нужен вот, вот, мальчик-подросток, который будет бегать и драйвить, которому я могу дать щелбана, и он побежит и будет делать то, что ему скажут. Человек в таком возрасте, ему сложно будет вписаться в этот коллектив. Я не скажу, что такого нет. Такое бывает, но крайне редко. Крайне редко. Поэтому Джун, 40-50 лет – это редкость. Ну, бывает. Все зависит от того, насколько человек готов поменять полностью свои жизненные ценности, приоритеты и насколько он готов вложиться своим временем, своим трудом в изменение своей, так сказать, профессии. Поэтому, поэтому устроиться, думаю, что можно. И вот здесь у нас остается вопрос 20-летней сеньоры. Скажите, откуда они появляются 20-24 года? Очень просто. Когда иностранцы заходят на рынок СНГ, то консультирующие компании одним из видов консультаций дают такой полезный совет. Дело в том, что в постсоветском пространстве люди привыкли получать грамоты и медали. Они с удовольствием променяют несколько сотен баксов на погон сеньора. Поэтому, если вы 20-летнему мальчику дадите сеньора, вы сэкономите денег. Все очень просто. У них все по-другому. У них совсем другие критерии. Столько-то лет опыта Джун, столько-то Миддл. Там буквально очень большие промежутки, около 10 лет вам нужно проработать на одной из позиций для того, чтобы получить нужный уровень компетенции. До 10 лет бывает 7 лет, 5 лет, но не так, что вы в 23 года станете сеньором. Я не хочу говорить о сложностях задач и об отличии этих задач там и здесь. Просто вот та информация, которая у меня имеется от компаний-консультантов, которые консультируют заказчиков, которые заходят на наш рынок, то это один из советов, как можно купить и сэкономить денег. Дальше. Понятно, что когда вас просят, следующий вопрос. Когда вас просят на собеседовании показать проект, который вы когда-то делали. Дело в том, что изначально вопрос некорректный. Вы скажите, но, к сожалению, с клиентом был NDA, и я не могу разглашать эту информацию. Я могу сказать, в общем, это была CRM-система, использовались такие-то технологии. Но вынести я не могу, не мог. Потому что часто задают такой вопрос. А скажите, пожалуйста, если вы увидите, что ваш коллега копирует что-то на флешку, коды из компьютера, копирует на флешку, чтобы унести, как вы поступите? Ну, понятно, многие говорят, что нет, я не буду стукачом, я никогда не сдам. Я говорю, хорошо, а если вы видите, что ваш коллега у вашей другой коллеги из сумочки тянет кошелек тихонечко, да я ему скажу, что там вот так нельзя, там... Какая разница, это то же самое. Это коды клиента, который за них заплатил. Это такое же воровство. Как воруют книги. Ну, воровство интеллектуальной собственности. Но человек тоже тратит время на это, тратит деньги. Также, вот, допустим, у нас широко распространено видео в интернете. Многие копируют, его распространяют, и многие считают, что видео должно быть бесплатным. Ну, может, они, конечно, и правы, пусть попробуют взять и записать. Пусть купят себе Комтейша-студию. Пусть обучатся и пусть выделят много часов времени для того, чтобы записать видео и бесплатно его выложить. И те люди, которые так считают, они могут попробовать это сделать. То, что я там не умею или не хочу, это не оправдание. Люди, которые беспокоятся, то они должны, как данка, достать свое горячее сердце и осветить это все. Но, к сожалению, вот мы находимся в таком мире, где нужны деньги, и нужно всем и заправлять машины, и кушать, и чем писать, допустим, бесплатно какое-то видео, например, да? Ну, то серьезное технологическое видео, вам скажу. Тем более, какой-то курс, к этому нужно подготовиться, выделить время, то есть и компания выделяет время, и я же не могу месяц записывать видео, и ничего не есть. Я людям говорю, ну давайте попробуем сделать так, я буду вам бесплатно записывать видео, а вы мне как-то шкармите, мне же нужно, чтобы кто-то мне мой ягуар залил бензин, чтобы кто-то принес мне хотя бы поесть, хоть там собачьи колбасы, и хотя бы там вот купил пачку сигарет, потому что как-никак я курильщик, вот обладаю вот этой пагубной страстью к табакокурению. То есть вот, поэтому, поэтому это такие важные вопросы, которые касаются интеллектуальной собственности. И, ну, думаю, что даже если вы написали книгу, поставьте себе, даже если вы не писатель, представьте, что вы написали книгу и потратили очень много времени, то понятно, что вам бы не хотелось бы, чтобы ваш труд кто-то копировал, и вам хотелось бы, чтобы вы тоже могли зарабатывать, потому что я за это время мог бы вырезать каких-то поделок и продать их, вот где-нибудь или возле Эрмитажа, или где-нибудь там, да, каких-нибудь матрешек, и заработать на этом денег, а не сидеть, сушить себе мозги и заниматься вот такой ерундой. Далее.